Культ поход 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 достаточно переводы. Отражение тоже Станей Тульчинской переводила вместе. Юбилей ювелир в Амхатте. Дальше происходит очень интересная история. Я же много перевожу детскую литературу. Не только Фарджин, а много других хороших авторов. Допустим, Киди Камил. Не знаю, говорит ли вам это имя что-нибудь. К сожалению, я не знаю. Но хочу вам сказать, если я произнесу словосочетание «Удивительное путешествие кролика Эдварда», вот тут, может быть, что-то забрежет. Правильно? Но это вообще по книге Киди Камилла. То есть, изначально я ее открыла. Я ее перевела одну книгу просто в стол. Потом я ее принесла издателям. Потом издатели дозревали. То есть, они сразу ее оценили. Но дебютную книгу – это риск очень большой. Вот одну печатать. А когда уже стало понятно, что из нее вырастает... То есть, не только мне понятно. Мне было сразу понятно, что из нее вырастает очень большой, прямо крутейший, современный автор детской литературы. До издателей тоже дошло. Стали издавать все Киди Камилла. А потом, на мое счастье, ее распробовали режиссеры. Потому что есть какие-то книги, где не очевидно, как сделать сценировку. А, например, Киди Камилла, я на нее пока не замахиваюсь. Вот она у меня под руками есть. Вся проза. Там уже много книг. Больше десяти книг. Но мне кажется, что режиссер должен прочитать эту прозу. Должен увидеть, как это ему мстится. И смотрите, кто уже увидел. Сначала Челябинский кукольный театр увидел. И получил за это золотую маску не много, не мало, еще в 12-м году. Потом одновременно кролика увидели в МХТ имени Чехова на лаборатории. Режиссер Глеб Черепанов. И чудный спектакль на малой сцене МХТ. И одновременно рамт. И в рамте такой огромный, волшебный, прекрасный спектакль в постановке Рузан и Мавсисян. Как рамт и МХАТ стоят в Москве. Это даже не один квадратный километр, а это 300 или 200 метров друг от друга. И вот такие два огромных авианосца посреди Москвы. И один и тот же материал. Но насколько разные спектакли. В Петербурге в театре субботы идет. В Ташкенте идет кролик. Ильхом. Театр Ильхом. Он попал на русском там? Да. Или они еще и на свой? Нет, у них на русском это, конечно, идет. Вот. В общем, она очень известный автор. Кроме кролика уже и другие книги начинают брать потихоньку режиссеры. В Москве у нас идет прелестный спектакль, называется «Спасти супербелку» в постановке Кати Корабельник по книге Кеди Камилла «Флора и Одиссей». Спектакль поедет на фестиваль «Орликин» весной. И участвуют в детском уикенде «Золотой маске». Ну, в общем, довольно много. В общем, работа кипит. И взрослые, взрослые драматургии тоже очень много. То есть у нас в портфеле 23 позиции. Взрослые пьесы. Которые идут. В общем, идут. Ну что, удачи вам. Спасибо. Мы продолжим нашу беседу. Напоминаем, что сегодня в культпоходе мы говорим о премьере. Премьере в театре Наспарской. Именно сегодня «Тайна волшебной страны» будет показана впервые в 15.00. И мы обязательно разыграем билеты на этот спектакль. Но на 6 января. Да, на 6 января. 14.00. Мы продолжим наше общение с нашими гостями через полминуты. Культпоход. Ольга Вершавер сегодня с нами. Переводчик и савтор пьесы «Тайны волшебной страны», которой мы посвятили сегодняшний культпоход. Также Юлия Инушайтова в нашей студии за флит-театр Наспаска. И мы сейчас дадим возможность нашим гостям передохнуть. Мы должны озвучить те призы, которые сегодня будем разыгрывать. Так, поехали. Ну, начнем с драматического театра. Сегодня у нас приглашение на два спектакля. То есть «Темная Ли» и «Бунина». Это воскресенье 24 декабря в 17.00. Ограничение 16+. Либо театральный новогодний вечер. Ну, Новый год. Голубой огонек такой театр. Да, голубой огонек. 29 декабря в 18.00. Ограничение 12+. Это о драматическом нашем театре. Про театр Наспаска мы уже сказали, что наши гости принесли приглашение на премьеру спектакля «Тайны волшебной страны» 6 января в 2 часа дня. Есть у нас еще пригласительные в кинотеатр «Либо смена, либо дружба». То есть билеты в кино просто-напросто. Да, на любой сеанс, который вы выберете. Есть еще пригласительные на выставку «Пирелли» на три персоны выставочный зал художественного музея на 71. Вообще интересно, это троих. Ну, да. Пригласительные на двоих на выставку Анатолия Белика выставочный зал художественного музея на Карла Липнихта. Пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку Татьяны Дедовой «Хлынов, Вятка, Киров». Открытие сегодня в 6 часов вечера. Сегодня в 6 открывается. Надо просто сказать, что не очень давно на этой площадке выставка была уже Татьяна Дедовой. Это выставка, сразу говорю, обновленная и дополненная. Это более 120 работ с описанием. Причем описание готовили авторы Светлана Шешина, Валерий Федеев, нам всем известный как руководитель музея «Хлынова». Поэтому очень интересно приходить сегодня на открытие. Ну, либо выставка будет работать и, соответственно, пригласительные на эту выставку у нас тоже будут сегодня разыгрываться. И это результат работы нескольких десятилетий, да, Татьяна Дедовой? Да, это за всю ее творческую жизнь. Ну, и книжки переходим к нашим людям. К книжки от магазина «Читай город». Первую можно назвать, мне очень название понравилось, Фредерик Бакман и правильно назвал автора, да, Бакман. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Удивительно добрая и светлая история о семилетней Эльзе, 77-летней бабушке и о человеческих взаимоотношениях, о том, что рано или поздно ты должен найти сокровище и сразиться с драконами». 16 плюс, однако. Евгений Баринов. «Дорогой мистер Холмс» называется это издание. Прекрасный образец увлекательного учебника по судебной медицине с расследованием преступлений, описанных великим Конан Дойлем. «Майя кучерская» это была совсем другой. «11 городских историй» это удивительная история с настоящими героями, с их судьбами, болью, радостью, им хочется сострадать и хочется понимать и хочется любить. 16 плюс. Ну и в прошлом кульпоходе мы не разыграли эту книжку. Виктор Петрович Савиных «Нас земляк» записки с мертвой станции «Салют-7», книга-документ, книга-дневник нашего земляка, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта о оживлении, собственно, этой космической станции. Ну и спасибо большое магазинам «Читай город» на Преображенской улице 65 и Ленина 103 за предоставленные книжки. Итак, уважаемые гости, задавайте вопрос Ольге Александровне нашим слушателям. 211-101, напоминаю. Ну, вопрос такой. И это сегодня немножечко звучало... Пробежали сюжеты. Да, вопрос на внимание. Внимание. Какая премия считается Нобелевкой детской литературы? Да, сегодня это упоминалось. Мы запомнили. Мы запомнили. И даже знаем имя первого лауреата. Или такой Оскар, такой детской литературы. Ну ладно, не подсказывай. А мы ничего не подсказываем ни про то, ни про другое. 211-101. Просто те, кто внимательно слушали, тебя ответят, я думаю, легко. Ленор Фарджоун, напоминаем, автор этого произведения. И вот она, собственно... И первый лауреат этой премии. Лауреат. Ну, название мы пока еще не раскрыли. Она британка, она Фарджин, конечно. Фарджин, фарджин, да. А, кстати, я пока думают, слушатели, я вам про Бакман хочу сказать. Название немножечко может увести в сторону, да, вот, которую у вас разыгрывается. Ну, красивое название, да. Не детская книжка. Мы сначала тоже, я сейчас в жюри премии мастер, переводческой премии, и мы сначала тоже ее поставили в детскую номинацию, а потом нам сказали издатели и переводчик, вы что, это совершенно взрослая книжка. 16 плюс, я спрашиваю. 16 плюс. Да, и мы ее перенесли в прозу, у нас там три номинации. У нас уже есть желающие ответить на ваш сложный вопрос. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый, это Наталья, видимо, дозвонилась. Да, узнали вас. Да, пожалуйста. Попробовать, это, по-моему, премия Андерсонов. Совершенно верно. Имени Ганса Христиана Андерсона, да. Хорошо. Внимательно слушали нас, да. Какой приз хотите получить? А, вот новогодний вечер в Драмтеатре. Да, пожалуйста. 29 декабря в 6 часов. Там две. Пригласительный ваш, конечно. Я думаю, что... Поздравляем. Кстати, можете поздравить всех с наступающим. Слушатели нас, гостей. Поздравляйте. Да, всех с наступающим. Всего хорошего настроения. Отслеживание себя огромное. Да, не кладите трубочку, вам объяснят, как получить пригласительный билет. Юля, следующий вопрос. Да, а у меня вопрос такой, с подвохом. У нас специально для нашего спектакля, который вот через, там, два с половиной часа состоит с премьера, была написана музыка композитором, чья фамилия... Как бы он однофамилец одного очень известного, как бы, человека. Я вот хочу спросить у наших слушателей фамилию, собственно, нашего композитора. Это Юрий Чаплин, Юрий Никулин или Юрий Гагарин. Юрий Гагарин, Юрий Никулин или Юрий Чаплин. Вот вспоминаете наш эфир. Он заслуженный деятель Республики Татарстан. Заслуженный деятель Республики Татарстан. Это не подсказка. Это нет, нет, это просто... Там может быть и Чаплин, и Гагарин Никулин. Это просто разница композиции. Секундочку, дозвонка. Нет, позвонили мгновенно. Добрый день. Как вас зовут? Алла. Алла, вы участвовали когда-то? Нет, Ленис, я ни разу не участвую, только вас слушаю. Ну вот, у вас премьера. У вас премьера. Молодец. Итак, как вы думаете, фамилия композитора? Чаплин, думаю. А почему вы так думаете? Почему я так думаю? Или вы знали? Интуиция. Интуиция. Ну что ж, интуиция вас не подвела. Я просто очень молодая, у вас такие вопросы бывают. Ну, не для моего характера ума. Нет, может быть, вы слышали наш прошлый культпоход, да? Где директор театра Владимир Иванович Грибанов. Но, тем не менее, Владимир, угадывать не возбраняется. Человек угадал, человеку повезло, и человек правильно ответил. Правильно, Алла Чаплин, да. Юрий Чаплин, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Написал музыку именно для этого спектакля. Что хотите получить в качестве приза? Где ты? В кино. В кино? Либо смена, либо дружба. Хорошо, да. Сеанс выберите сами, а как получить ваши билеты, вам объяснит наш редактор. Не кладите трубочку, пожалуйста. Спасибо вам. Николай, пожалуйста, ваш вопрос. Ну, так как, Володь, мы с тобой в последнее время стали такими деятелями кино, у нас такой есть клуб, да, арт-зал мы делаем, поэтому я сейчас решил... Которому мы посвятим в следующий, да, в пятницу передачи. Но я подумал так, что у меня всегда вопросы музыкальные, связанные с рок-н-роллом, но в данном случае решил, что из кино мы его тоже обязательно свяжем. Поэтому попрошу фрагментик песенки включить, а потом я задам вопрос. Вы, наверное, узнали, голос исполнителя, это Стинг. А вопрос будет такой. Вопрос будет на знание кино. То есть в каком кинофильме эта песня впервые прозвучала. А я вам подскажу. Дело в том, что она была чтена в 68-м году Мишелем Леграном. И этому фильму, в котором она прозвучала, эта песенка принесла Оскар за лучшую музыкальную композицию. А в 94-м году сделай ремейк этого фильма. Эта музыка там тоже звучала. И некоторые артисты из того старого состава тоже в нем поучаствовали. Чтобы так было полегче, скажу, что главная роль в этом ремейке сыграли Пирс Броснон и Рене Руссо. Хорошая парочка. Хорошая парочка. Очень довольно-таки известная. Эта мелодия нам всем известна. Она у нас звучала и в исполнении оркестров. У нас есть русские перепевки. Даже одна из перепевок называется, помню, «Тайны склеенных страниц». Хотя на самом деле название «Win me love your mind». То есть там «Мельница твоих мыслей» можно перейти как-то так. Ну что, вот такой вопрос. Как назывался этот фильм? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. И я думаю, что это «Шербурские зонтики». Светлана, вам не повезло. Вы неправильно угадали. А, извините. Не угадали. А может, вы подумаете еще? Мы вторую попытку еще обучаем. Может, Мишель Легран вас сбил немножко? Фильм-то американский был. И в 68-м году он был американский. И в 94-м тоже. Есть еще варианты? Нет, гадать не буду больше. Хорошо, тогда будем еще немножко подсказывать. Будем задавать следующие вопросы, вы звоните. Фильм такой немножко криминальный, с одной стороны, историй. Связан с живописью, с похищением картин. В том числе с большой такой тоже любовью странной. Есть такой интересный факт, что женщина в этом фильме, игравшая следователя, Рене Руссо, следователя, она в фильме искала картину, чтобы получить 5 миллионов долларов. На самом деле, это ее гонорар за этот фильм. Совпал. Ну что ж. Она нашла эти 5 миллионов долларов. Ну что, еще один желающий попробовать здесь. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Да-да-да. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Ну, вы же должны были сказать, как вас зовут. Ну, Андрей, как называется фильм? Афера Томаса Крауна. Совершенно верно, да. Это Афера Томаса Крауна. Очень интересная история, киноистория, да. Да, очень забавная киноистория, тем более повторенная. И первый вариант мне очень нравится. Помните? Он уже был снят на поле экране. Это же был авангардный фильм. Помните, это сцена, когда в колпаках-то, да, расходятся? А, это уже так немножко, в колпаках, да. Да, Андрей, ну что хотите получить? Книгу про Холмс. Какую еще раз? Ну, про Холмс судебной медицины. А, дорогой мистер Холмс. Вот вас в какую сторону потянуло. Ну что ж. Евгений Баринов, дорогой мистер Холмс. Интеллектуальный бестселлер. Ну что ж, он ваш. Он ваш, спасибо за правильный ответ. Образец увлекательного учебника по судебной медицине. Интересно. Ладно, наверное, я еще успеваю, да, задать до рекламы. Ну, в честь приближающегося Нового года. Песни будем петь. Девять дней, не, песни будем в следующую пятницу петь. Хорошо. Песни петь, стихи читать. Я накануне, ну, всем мы знаем, что в разных странах существуют свои традиции празднования Нового года. Они достаточно там замысловатые. Так вот, угадай страну, что называется. Как вы думаете, в какой стране существует следующая новогодняя традиция? Одна из традиций, вернее. В новогоднюю ночь нужно обязательно там чокнуться бокалом с бочкой вина. И пожелать этой самой бочкой вина, чтобы оно там не пропало, и урожай, чтобы винограда в следующем году был хорошим. Ну, так, прикидывайте, да, в какой-то стране может быть? Канада, Южноафриканская республика и Франция. Вот три варианта ответа. В какой стране ее жители чокаются бокалом с бочкой вина, если такова и имеется в хозяйстве, если виноделием занимается. Ну, вообще-то, две из этих трех стран довольно-таки винодельческие. Да, домохозяйство, да. Я специально, я специально. Ну, напоминаю, при том... Причем вина от одной из этих стран я чрезвычайно уважаю. Но это не Франция. Я поняла. 211-101. Вопрос понятен, да? Где новогодняя традиция существует такая? Принимаем звонок, да? Да, конечно. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Еще раз? Михаил. Михаил. Давай, Михаил. Давайте, Михаил, ну, где вы думаете, чокаются с бочкой? Я думаю, Франция. Да, конечно, Франция. Франция, винодельческая страна. Тут мудрить можно было и не мудрить, да. Ну, что хотите получить за свой правильный ответ? Если есть билеты в кино. Уже взяли, к сожалению. Но есть билеты в театр. Есть билеты в театр. Темная аллея Бунина в драмтеатре 24 декабря. Тайна волшебной страны 6 января. Давайте на 24. 24. В драмтеатр пойдете. Отлично. Все прекрасно. С наступающим вас поздравляем. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Мы скоро продолжим нашу беседу. Сейчас у нас реклама традиционная. И к премьере тайны волшебной страны мы вернемся через полторы минуты. Культ похода. Предновогоднее волшебство. Чудо сегодня в театре Наспасской. Примеры спектакля тайны волшебной страны. Примеры бы не состоялось, если бы не было материала, по которому это все поставлено. Вот автор материала, переводчик. С автором, скажем так. Да, с английского. Ольга Варшавер сегодня с нами. И Юлия, ну, шайте. Зафлить театр Наспасской. Тоже продолжаем нашу беседу. Сейчас в перерыве Ольга Александровна упомянула о том, что это не первая работа на театральной сцене именно в Кирове. Да, напомните. Да, да, да. В прошлом сезоне в драмтеатре в Кировском шла наша тоже Станя Тульчинской пьеса. Ну, не наша пьеса, перевод, естественно. Такой автор. Замечательно есть американский Фред Строппель. Которого мы уже две пьесы перевели. И вот здесь, в варианте Кировского театра, спектакль назывался «Жизнь прекрасна». Это такие, как мы их называем, стариковские скетчи для возрастных актеров. История этого материала очень интересная. После того, как мы сделали юбилей ювелира, нам хат имени Чехова сказал, у вас так хорошо получилось. А теперь сделайте так, чтобы мы всех наших стариков могли вывести на сцену. Такой коллективный бенефис. Да, да, да. Я говорю, ну, вообще-то у вас есть такая пьеса, это, в общем, называется «Сол для часов с боем», историческая такая бхатовская история. Они говорят, нет, мы сейчас не можем, у нас нет Андровской и так далее, и так далее. Говорю, ну, хорошо, мы поищем. И у меня возникла идея сделать по принципу составному такому, чтобы, если вдруг кто-то занемог из пожилых актеров, а это случается, чтобы не выпал спектакль, да, чтобы он был в репертуаре в любой ситуации. И мы нашли такие на 10-15 минут скетчи. Они юмористические, они довольно забавные. И МХАТ долго очень дозревал, и в итоге сначала не дозрел. И тогда я бросила клич, и одновременно в двух театрах нашей огромной страны вышли премьеры. Здесь, в Кирове, под названием «Жизнь прекрасна», и в Севастополе под названием «Везунчики». Представьте себе, оригинальное название «Из жизни ископаемых». Это мы так назвали, это наше оригинальное название. Ну, это как бы цитата из одного из вещей. Хорошее название, кстати, для программы на радио. Хорошее, но, я думаю, я понимаю, что в жизни ископаемых не используют. Но, и тем не менее, в МХАТе сейчас они, наконец, дозрели. И весной, видимо, премьера все-таки в МХАТе будет. И вроде бы они еще не говорили, что они будут менять название. То есть «Из жизни ископаемых», да? Да, 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 будет так. Но я была очень, конечно, довольна, потому что представить себе фасад кировской драмы, представить себе фасад театра Луначарского в Севастополе, вот эти фронтоны с колоннами, такое было прям приятное ощущение. Ольга Александровна, вы представительница такой очень интересной профессии. Вас можно ведь называть штучным экземпляром? В стране ведь, наверное, по пальцам можно пересчитать людей, которые переводят. Ну, переводчиков. Вот именно для театра. А, для театра вообще очень мало. Вообще очень мало. Ну, помните, когда-то был у нас Виталий Вульф. Вот мы для себя примерно поставили такую задачу, да, ну, на нынешнем каком-то поле стать этаким Виталием Вульфом, но только лучше, потому что, на самом деле, к сожалению, он потрясающий такой человек был, культуртрейгер и так далее, но как переводчик он очень много передёргивал. Вообще у него... То есть от оригинала очень отличается, да? У него была и цензура, и самоцензура, и, в принципе, он делал, как ему хотелось. Мы тоже вообще многие вольности себе позволяем в переводе, потому что мы даже стали писать в последнее время перевод и адаптация таких-то, потому что, ну, без этого нельзя. Мы знаем специфику нашего театра, нашей сцены. Нам важно, чтобы режиссёры подхватили это, и чтобы это не был им чуждый материал, поэтому надо адаптировать. Но то, что Вульф себе позволял, это переделки сюжета таким коренным образом, причём в очень известных нам пьесах, типа «Трамвай желания». Вот поэтому там огрехи были. Ну, в общем, да, наверное, штучно. Наверное, всё-таки то, что мы делаем, пожалуй, очень штучно. Так что это ещё придаёт большую уникальность сегодняшнему событию в Театре Наспадской премьеры «Тайны волшебной страны». Давайте продолжим дальше задавать вопросы нашим слушателям. Ольга Александровна, ещё один вопрос. А, ещё один вопрос. Значит, вы любитель рок-н-ролла? Безумно. Давайте спросим слушателей, какой драматург сегодня упомянутый написал пьесу «Рок-н-ролл»? Один из упомянутых сегодня драматургов написал пьесу с названием «Рок-н-ролл». Рок-н-ролл. Ну что ж. 211-101. Ждём ваших звонков. Неожиданно. Неожиданный вопрос. Я сейчас у меня в голове так крутятся, крутятся фамилии, крутятся, крутятся, потому что я не знаю ответа. Ну, очень хорошо. Интрига. И где это ставилось? Это ставилось? Да, ставилось. Уже даже люди знают, в отличие от нас, кто это. Да. Ну, давайте посмотрим. Ещё большие рок-н-роллчики, видимо, чем у меня. Видимо, чем у меня. Да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей Жигалин у нас. Да, да. Андрей, да. Ну вот, наконец-то, Андрей Жигалин. Как же без вас? Да. Ну что ж, кто же написал пьесу под названием «Рокон-ролл»? Это Топ-Стоппорт, конечно. Конечно. Он знал. Он знал. Он был на лекции даже вчера. Правда, нет. Вчера я не упоминала эту пьесу. Но дело в том, что... А сколько не я её переводила, она не была упомянута. Андрей, это такой человек, который просто всё знает. Ну, отлично. Не можем этого слушателя исключить. Он всегда правильно отвечает. Ну, это так прекрасно, когда человек всё знает. Один раз он ошибся. Всего один раз. Андрей, ну всё прекрасно, что... У нас книжки и выставки. На тайну волшебной страны. На тайну волшебной страны 6 января в 14... И выбирает всегда правильные призы, понимаете? Ноль. Самое лучшее. Мы ценим таких слушателей и зрителей. Спасибо, Андрей. Не кладите трубку. Мы поздравляем с наступающим вас тоже. Так, Юля, ещё вопрос? Вопрос у меня такой. Действие... Ну, я немножко расскажу. То есть у нас всё равно уже всё скоро всем станет известно. Мы же рассказывали уже. Хотя мы читали ещё и сказку. У нас проект «Сказка для Мартина». Мы собирали родителей, детей и читали им ещё вот до того, как сказка стала пьесой. Вот эту историю. Фойе, да? Да, фойе, совершенно верно. И вопрос у меня такой. В Великой Трудании, где происходит действие нашей истории, министры запретили всё. И в том числе запретили некоторые науки или там учебные предметы. И вопрос у меня такой. Запретили они географию, биологию или физику первым делом. И о чём упоминается вот прямо, что вот это у нас запретили. То есть первое, что запретили, да? Вот самое такое. Географию, биологию или физику. Я надеюсь, это не придёт на ум нынешнем главе. Я так думаю, чтобы первое запретить вот так вот себя. География, биология и физику. Но чтобы политики запретили в первую очередь. Я уже даже догадываюсь, наверное, что. Слушайте, ну я, честно говоря, в школе всё любил. И географию, и физику, и биологию. Как-то удавалось всё осваивать. У нас уже есть желающие ответить на этот вопрос, между прочим. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, это Светлана, да? Ну, давайте я наугад скажу физику. Нет. У вас есть ещё один вариант ответа. Вторая попытка. Да, вот у вас два осталось. Ну, биологию тогда. Нет, нет. Увы. Тогда остаётся один ответ. Давай, просто снимаемся. Так, давай, Светлана, как? Это наша постоянная слушательница Светлана, да? Да. Не ошибаемся. Так, всё. Алло. Алло. Светлана. Да, да. Да, да, да. Просто напоминаем ваше имя. Увы, не получилось. То есть две попытки. А, ну ладно, ладно. Да. И вот тот, кто сейчас дозвонится 211-101. Тот, кто просто сейчас позвонит и вспомнит, о чём речь, да, тот получит наш следующий приз. Так, напоминаем, не русский, не иностранный язык, не физкультура, не черчение, не изобразительное искусство. И даже не математика. Не математика. Даже не математика, да. Ну, вот уже есть желающий. Кто этот счастливчик? Кто этот счастливчик? Кто этот счастливчик? Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, ну так что же запретили в этой стране первым делом? География. География, получается, да. Он вспомнил, всё правило, ответ правильный. Самая политическая наука. Ну, в общем, да. Ну, я тоже подумал о том, что первое, что я запретил, это географию. Да. Занавес. Только наша страна и большая страна. Ну, есть же даже множество фильмов, где просто нет географии, да, страны? Угу. Что выбираете вы, что хотите получить? Я подключился две минуты назад. Напомните, что осталось. А вы любитель выставок или любитель больше книг всё-таки? Выставки, скажите. Выставки. Так, Николай, давайте повторим, что называется. Выставка Пирелли в музее, в нашем художественном музее. На трои, на три персоны. Это фотографии. Выставка Анатолия Белика, это работа из текстиля. На две персоны. Пригласительное в главное здание художественного музея на выставку. Большая картина, прекрасная. Офигительная просто. Да, экспозиция. Там, на самом деле, гениальное, огромное полотно на двоих. И галерея прогресса на выставку Татьяны Дедовой, Хлынов, Вятка Киров. Большая картина. Большая картина. Одобряем вашу. Одобряем. Одобряем, да. Мне кладить трубочку, вам объяснят, как получить пригласительные билеты. Николай, следующий вопрос. А я успею? Да, конечно. Нормально. Ну тогда фрагмент музыки, пожалуйста, еще один. Ну вот, вот. Еще одна песенка, которая принесла создателям мультфильма «Оскар». Да, вот именно за лучшую песню. Исполняет у Элтон Джон, как вы, наверное, уже поняли. Вопрос такой, как называется этот мультфильм? Это мультфильм про животных. Главного героя, я даже скажу, как там зовут, зовут его Симба. Симба? Симба, да. Я вам скажу, что папу у него зовут Муфаса, а маму с араби. И все эти слова на языке сухи или что-то значат. Мне больше всего понравились их переводы. А вот уже человек, который просто узнал этот мультфильм. Кстати, мультфильм самый паукасовый за всю историю мультфильмов. Про животных. Про животных. Про животных. Все, я вспомнил. Давайте узнаем, у нашего слушателя или слушателя, вспомнил ли он или она. Алло. Добрый день. Добрый, это Олег, видимо, дозвонился. Это Олег. Да. Я думаю, это Король Лев. Совершенно верно. Вы угадали, это, конечно, Король Лев. Лайн Кинг, да? Да, Лайн Кинг. Да. Ну что, мы не будем тянуть время. Какой у вас приз из того, что у нас осталось? Книжку, если можно. Книжка у нас аж три осталось. Три. Про бабушку? Про бабушку велела кланяться и передать, что просит прощения. Да, есть Виктор Савиных, Салют 7, и есть Мая Кучерская. Ты была совсем другой. Вот это последняя. Последняя, да? Последняя? Один из дневнических историй. Красивая очень книжка с голубем на обложке. Ты была совсем другой. Да, фраза из Майка Науменко. Да. Ну что, буквально несколько секунд. Ольга Александровна, Юлия, приглашайте жителей нашего города на эту постановку. Слушайте, я открыла интернет и посмотрела, что каждый-каждый день идет Тайна волшебной страны до Нового года. До 7 января. До 7 января. А потом сразу после Нового года. Так что у вас есть очень большой выбор. Вы можете взять билеты. И мне кажется, что там будет прекрасное чудо на сцене. Я прям в это очень верю. Вы сегодня это сами увидите впервые. Так что тоже вам желаю приятного просмотра. Я, конечно, подтверждаю. Более того, мне кажется, это прекрасное. Вот каникулы, да? 7 дней отдыха. И это такой шанс провести время со своей семьей, со своими детьми. Все вместе пойти в театр. И вот мы вчера очень важную фразу. Мы это всегда знаем, но когда это звучит еще раз и звучит в такой приятной атмосфере, вот в Герцинге вчера, что театр – это ведь не только то, что происходит на сцене. Это то, что происходит в зрительном зале. Когда зал дышит, когда зал чувствует, когда зал в одном каком-то настроении, ощущении находится. Это тоже очень важно. И вот взять ребенка за руку, посмотреть с ним сказку – это, мне кажется, бесценно. Спасибо вам большое, удачи. Приезжайте еще к нам, работайте, сотрудничайте с нами. Я с удовольствием, тем более я в этот раз не успела в музей. Куда бы я ни попала, в любой город, я пытаюсь попасть в музей. Но здесь у нас такая плотная... И сейчас вы еще сказали про эту большую... Я прям ужасно расстроилась, что я не успеваю. Приезжайте еще. Приезжайте. Обязательно будем ждать. Спасибо большое. На этом завершается программа «Культпоход». Через 20 минут слушайте программу «Сделанная в Вятке». Она сегодня будет выходить в повторе. И тема – это история улицы Карла Маркса. Очень интересная программа была. Можно сегодня еще раз послушать. Всего доброго. До свидания. Культпоход